Итак, христианская апологетика и история. Какое имеет отношение апологетика к истории? Какое имеет отношение христианство к истории? Мы основываемся на исторических фактах. Мы знаем, что Иисус был, мы знаем, что он умер, он на нас пришел. В отличие от любых других идеологий или вручений, христианство как раз историческая вера. Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. То есть, все христианство основывается на историческом факте. Бог нам дал на самом деле книгу, которая является книгой исторической. Это история отношений Бога и человека. И понятно, что историческая апологетика всегда будет важна. По сути дела, одна из самых ранних типов апологетика была историческая апологетика. Апостолы шли и, основываясь на факте воскресения, доказывали, что Иисус есть Христос. Далее они шли дальше. И уже язычникам, которые не ожидают Христа, доказывали воскресение Христова, которое доказывает, что Христос есть истинный Бог. То есть, мы всегда будем связаны с историей христианства. И помните, мы говорили, что любой философ, беря пример даосов, и другие философы, и того же Сократа, который казнен за атеизм, за то, что отвергал вещь афинских богов. То есть, своим умом до многого люди дойти могут. И Библия об этом говорит. Что все, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Но благая весть, это не философия, а исторический факт. Так же ж? Факт того, что Христос воскрес. Ну вот, и поэтому с историей мы будем связаны постоянно. И нам нужно знать. Но мы переходим на поле истории. И помните, первое, что нужно сделать, перейдя на новое поле. Мы выявили, что нашего оппонента Твердынина в поле истории. Мы переходим на поле истории. Что нам нужно знать? Правила игры. Мы перешли. Мы играем на его поле, по его правилам. Слабые места. Вот. Но если мы не знаем правила игры, как мы можем знать слабые места? Может, слабое место в футболе, что никто просто, все стесняются мяч в руки взять. Уже б дурной смочил его в руки, побежал и заброшил. Чтобы знать слабые места, нужно знать правила для начала. И уже по этим правилам. Помните, как Старик Хатамич на футбол-то пришел? Проблемы сразу решили. Все проблемы, что на 22 человека один мяч. Вот каждого по мячу и все довольны. И не дерутся. Вот. Нам, конечно, такой апологетикой заниматься не пристало. Вот. Поэтому мы должны с чего начать? Это мы должны изучить правила. То есть, какие законы на этом поле существуют, чтобы мы могли играть. Значит, каковы же основные признаки исторического исследования? То есть, даже какие основные его свойства? Во-первых, в историческом исследовании всегда присутствует субъективный фактор, который нужно понимать во внимание. Взять историю России недавно, ГКЧП. Что это было? Революция или контрреволюция? Это все зависит, что было революцией. То есть, все зависит, кто это дело будет описывать. То есть, был искренний исторический фактор, но в его оценке принимает участие субъективный фактор. То, как мы это оцениваем. И об этом мы всегда должны помнить. Ну, например, Геродот. Геродот является патриархом истории. Но он, например, свою историю наравне с историческим, то тем, что мы называем исторические события, включал, например, то, что мы называем мифами. Он был язычник, и для него мифы – это была реальность. Для нас мифы – это сказки. Для него это реальные события. Если он, допустим, описывает скифью, откуда я приехал, с крыльями, вот, то он говорит, откуда пошли скифы, наши с вами предки. Вот, скифы пошли, появились, когда Геракл путешествовал, значит, он приехал вот эту вот самую скифию, и там было существо, которое было наполовину женщины, наполовину змея. Вот, Геродот не описывает, какая именно половина была женская, левая или правая, вот, но, значит, вот это существо взяло Геракла в плен и несколько лет держало его в плену, пока от него не родило детей. И родив от него достаточное количество детей, оно его отпустило дальше путешествовать, а вот эти вот дети, они и стали нашими с вами, собственно, от них и пошли наши с вами предки скифы. Думаю, это имя, потому что ты держал, а он сопротивлялся, да? Об этом он не говорит, но он домой, домой его не отпускает. Вот, но все, как сильно сопротивлялся, непонятно. Вот, но у Геродота, дальше Геродот уже рассказывает скифию, там, значит, цари скифские, там, скилур, палак, все эти, значит, вещи, уже конкретно исторические события. Но начинает он их явно с мифического элемента, но для него это реальность. И читая Геродота, мы должны понимать, вот это его субъективное восприятие, оно, значит, позволяет, не позволяло ему отвечать эти вещи. Следующее, анекдоты. Но мы должны понимать, что в исторической науке анекдотами называлось не то, что мы сегодня называем анекдотами. Вот, не что-то, что там для зубоскальства они, кстати, сделали. Вот, историческое понятие анекдота гораздо больше к тому, что евреи называют хохма. То есть мудрость. То есть это некие вымышленные истории, которые в себя включают в качестве действующих персонажей реальные исторические люди. Ну, например, такой анекдот, что когда, значит, Александр Македонский завоевал Лаэрт, то самое первое, что он захотел, это увидеть самого... Александр Македонский был гуманистом. Вот, да. И самое главное, что он верил в человека, и гуманисты, верящие в человека, он всегда любит найти самого главного человека, которому, допустим, Бетховен в своей, значит, симфонии, героическую симфонию, я видел прям рукопись, посвящение, он был потрясен, не знал раньше этого факта, посвятил Наполеону Бонапарту. То есть он был гуманистом, он, значит, высшему человеку это посвящает. Бонапарту свою небесную механику Лаплас посвятил. Аналогично для Александра Македонского, высшим проявлением человека был вот тот самый Диоген Лаэрский, который ходил днем с огнем и искал человека. И поэтому, как только Лаэр был занят, тут же туда Македонский прибыл, чтобы встретиться с Диогеном Лаэрским. Диоген в это время, значит, сняв все свое одеяние в виде бочки, лежал, загорал на пляже. И Александр Македонский к нему подошел и сказал, проси у меня, чего хочешь. На что Диоген сказал, отойди, не загораживай мне солнце. Вот. Является это историческим фактом? Конечно, нет. Никогда в жизни, скорее всего, Александр Македонский туда не ехал. И вообще больше, его больше интересовал Восток. Да, ему на Восток, значит, Иерусалим он никогда не брал, хотя в проповедях иногда это можно слышать. Он фактически считал присоединенным это, но реально покорен не был. Иерусалим потом уже, когда разрушится Александр Македонское царство, как Данил описывал, что четыре рога вырастут, вот, то тогда уже между собой все левкиды, птолемиды начнут воевать. И тут уже как в том анекдоте опять же, про то, что, значит, хочу, чтобы китайцы шведов побили. Потом, чтобы опять шведов побили. А потом, это зачем? Мне говорят, вообще без разницы, китайцы шведы, но как они по-русски, туда-сюда, туда-сюда. Вот, то же самое, вот примерно то же самое было с Иерусалимом. То есть воюют, значит, птолемиды, Северная Африка, и селевкиды, Бесопотамия. И они, значит, между собой туда-сюда, туда-сюда, через Иерусалим. Вот тогда только вот это вот якобы завоевание Александра Македонским, и отгукнется Иерусалиму, и потом, если вы помните, значит, там, Антиох, Епифан оскверняет храм, начинается там заряжение Маковеев, и все это от этого. Это, кстати, небиблейские данные. Откуда вы знаете? Неканонические. Ну, в неканонических книгах это есть, и есть это и в других источниках. Но, опять же, это небиблейские данные, это исторические данные, которые позволяют нам понимать, почему же мы царь и священники. Потому что царственное священство было восстановлено вот именно в этот период. Когда, значит, Хасманей в одном лице сочетался и царь и священника до времени. И потому-то, допустим, у Ирода Великого столь большая ревность была к сыновьям Марьям, потому что она-то из Хасманейского рода. Они-то цари, а вот кто. Вот. То есть, видите, как только мы узнаем исторические вещи, и потому-то вот это вот истребление младенцев и прочее, исторические моменты нам позволяют лучше узнавать про, значит, то, что же на самом деле происходит в Библии. Потому что исторические события происходят в контексте. И вот Александр Македонский никогда там не был, но у этого рассказа есть серьезный вывод, мораль. Вот. И вот это вот и называлось тогда анекдотами. То есть, некая поучительная история, история вымышленная, но при этом в ней реальные люди задействованы, потому что люди знают, кто такой Александр Македонский, Александр Великий, кто такой Диген Лаверский. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Ливий. А если кто смотрел фильм «Иисус» 99-го года с Джереми Систа, то там Ливий, вот эта шестерка при дворе Ирода, заигрывающая с Пилатом. Вот. Сберялся. Да. На самом деле, первая реакция, придешь в голову такая, идея, что Ливий в Иерусалиме, где же, с другой стороны, мы же не знаем, где он живет. С другой стороны, в этом фильме нет ни одной серьезной фразы, которую произносит Ливий, которая взята не из его трудов. Вот. Ливий, но он тоже был язычником, поэтому он допускал исполнение предзнаменований. Римляне гадали по внутренностям птиц, животных, по полету птиц. И в своих, как он исторические факты говорит, что вот там внутренности развились каким-то образом, поэтому то-то, то-то, то-то. То есть, его мировоззрение мы видим, как оно влияет на его мнение. Тацит считается величайшим историком античным. Но, во-первых, Тацит считает, что единственное назначение истории, высшее назначение, это нравоучение. То есть, история – это не хронология, не наука, которая записывает события, как они были. История – это собрание рассказов, дабы научить аристократических мальчиков благородства. И, соответственно, исходя из этого, то, что учит благородство, он записывает. То, что не учат – не записывает. Движение, там, жизнь замечательных людей описывает. Народные движения его мало волнуют. Далее, Тацит предписывал речи тем, кто их никогда не произносил. Не точно передавал детали сражений. Но, при всем при том, мы считаем его историком, потому что никогда умышленно не приносил жертву истину. То есть, он как понимал, что знался с чужих слов. Он все это записывал. Тут есть хорошая речь, хорошие слова. Там, нас, кому только я не слышал приписанное, там, как автору молитву, что, Господи, дай мне мужество делать то, что я вмешиваться в то, что я могу изменить, спокойствие не вмешиваться в то, что я не могу изменить, и мудрость отличать одно от другого. И, значит, блаженному Агустину это приписывалось, там, и средневековым мистикам. Кто это сказал, в общем-то, долго еще будут споры. То есть, красивые фразы должны, к ним должно быть прикреплено красивое имя. И вот Тацит этим, в общем-то, грешит. Далее, и Ливий, и Тацит, и Геродот. Все они писали о событиях, которые имели место задолго до времени их жизни. То есть, они же все пользовались некими предшествующими вторичными источниками. Поэтому очень часто существуют несоответствия и противоречия. То есть, историческая наука – это тоже индуктивная наука. Мы ничего не можем знать наверняка. Но если нам открыто вот то-то, 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 и нет ничего этого противоречащего, мы считаем, что нам известно об этих фактах более-менее достоверно. И таким образом истории, как всякая индуктивная наука – физика, медицина или прочее – присущ элемент вероятности. Как на днях один брат говорит, что врач уходил, что-то у него с рукой, в общем, сильные боли. Врач говорит, ну, у тебя либо то, либо другое. Но лечение абсолютно противоположное в зависимости от того, какой диагноз. Поэтому сейчас, говорит, не могу, то есть, если это одно, то я тебе назначу, это может тебе, значит, помочь. А если это противоположное, то, наоборот, тебе только схоже станет. А говорит, так что же мне делать? Подождать. То есть, он мучается, вообще, говорит, надо подождать. Как, в механике, хороший стук, все равно наружу вывезет. Когда уже станет, совсем очевидно, что это, тогда и будем лечить. А пока, говорит, мы не будем знать, будем ли мы лечить или будем это делать, или будем калечить. Да, вскрытие показалось, что у мертону смерти явилось вскрытие. Причина смерти явилось вскрытие. Причина смерти явилось вскрытие. Субтитры сделал DimaTorzok